Позвольте мне для начала представиться. Меня зовут Арина Северова. Я юрист и начальник комплайнса дела в компании СИКТАКС. Мой опыт работы насчитывает даже более 10 лет, и я специализируюсь в основном в области имущественного и наследственного права. Также, в частности, на сегодняшний день я провожу консультирование и сопровождение получения разрешения на работу и проживание в Швейцарии. Собственно говоря, на этой теме мы сегодня и остановимся. Наш небольшой план на сегодня это то, я расскажу, для чего нужно такое разрешение на проживание и работу в Швейцарии, преимущества Швейцарии, кто конкретно может получить разрешение на работу и проживание, виды таких разрешений, кратенько остановимся на документах и порядке получения, и также расскажем о наших услугах, которые предоставляет компания по вопросам сопровождения получения таких разрешений. Начнем, наверное, с базы о том, что такое разрешение на проживание и работу в Швейцарии. Это так называемый вид на жительство, который выдается иностранному гражданину, кантональными миграционными властями и предусматривает разрешение на просто проживание в Швейцарии, а также на работу. Что такое кантональные органы? Как вы знаете, Швейцария является конфедерацией и разделена на административно-территориальные единицы, кантоны. Каждый кантон является довольно-таки независимой и самостоятельной единицей. У него есть своя конституция, свои законы, свои законодательные и исполнительные органы. Поэтому в зависимости от выбранного вами кантона для места проживания и работы, документ будет выдаваться территориальными органами этого кантона. Далее по ходу презентации я буду использовать вместо довольно-таки длительного слова вид на жительство Швейцарии слово permit. Это жарконное выражение, которое пошло от англоязычного residence permit in Switzerland и очень широко используется всеми органами на территории Швейцарии и всеми лицами за ее пределами для обозначения предмета разговора. Пермит, в принципе, необходим каждому человеку, который хочет работать на территории Швейцарии, а также просто жить на территории Швейцарии, так как законодательство этой страны не предусматривает вам для иностранных граждан такие права, как работа и проживание, соответственно, кроме допущенного вашей визы. Почему нужно выбирать Швейцарию? В принципе, это довольно-таки очевидный, наверное, вопрос. Уже это было озвучено моей коллегой Юлией. Но Швейцария довольно-таки комфортная страна для жизни, если не сказать, что это одна из самых комфортных стран для жизни. Здесь очень высокий уровень комфорта, соблюдения прав и свобод, высокий уровень социального обеспечения, стабильное экономическое развитие, многоязычность, высококачественное медицинское обслуживание. По сути, это та страна, в которой, наверное, каждый человек хотел бы жить комфортно, без каких-либо забот, проблем, наслаждаться довольно-таки потрясающей природой и всеми прелестями нормальной европейской жизни. В Швейцарии на сегодняшний день действует так называемая дуальная система выдачи пермитов. Что это означает? Швейцария делит граждан всего мира на две очень большие группы. Первая группа – это граждане Европейского Союза и Европейской Ассоциации Свободной Торговли. Далее мы будем просто использовать фразу «граждане ЕС», но в Европейскую Ассоциацию Свободной Торговли, помимо стран ЕС и Швейцарии, входят также Норвегия, Лифтенштейн, Исландия и Хорватия. Все же остальные граждане, все остальные государства, включая, например, Россию, Украину, Белоруссию, Америку, Бразилию – это так называемые граждане третьих стран. Соответственно, порядок получения пермитов для двух этих категорий довольно-таки разный. Первый – это более, назовем так, упрощенный режим. Для граждан, которые входят во вторую категорию, режим намного более усложненный. Давайте поговорим про виды пермитов в Швейцарии. Для граждан Европейского Союза действуют такие виды пермитов, которые они могут получить. Это пермит L – временный вид на жительство, пермит B – это стандартный обычный вид на жительство, пермит C – постоянный вид на жительство, пермит C – вид на жительство справа на работу, пермит G – это разрешение для жителя приграничных территорий. Для граждан третьих стран действуют все точно такие же виды пермитов, однако есть еще так называемые пермиты N для лица, которых это достает в получении статуса беженца, и пермит F – это временно принятый иностранец. Я бы хотела поподробнее остановиться на каждом из этих пермитов, для того чтобы вы понимали, какой именно пермит вы хотите, а также который вы объективно можете получить. Начнем с пермита L. Пермит L – это один из самых распространенных видов на жительство, и он является краткосрочным видом на жительство. Выдается на срок пребывания в стране до одного года, с условием своего продления еще на один год, но только на один раз. То есть, если вы получили пермит L, провели в Швейцарии год, вы можете еще раз податься на продление этого пермита без покидания страны. Однако, когда закончилось действие уже определенного пермита, вам необходимо заново возобновить процедуру подачи на этот пермит, но с небольшим условием. Вам придется покинуть территорию Швейцарии на определенный период. Срок этого периода исчисляется в зависимости от срока, на который вам был выдан пермит L. Например, если вы получили пермит L на 4 месяца, то для того, чтобы снова податься и получить этот же самый пермит, вам нужно будет покинуть Швейцарию на 2 месяца. Такой тип пермита чаще всего выдается людям, у которых есть довольно-таки лимитированный непродолжительный трудовой контракт, а также для целей прохождения учебы, лечения, сезонной работы. И, как правило, он выдается детям, которые ходатайствуют на получение пермита впервые. На сегодняшний момент для жителей третьих стран, как и все остальные виды пермитов, этот пермит квотируется. Что это означает? То есть установлено довольно-таки лимитированное количество пермитов, которые могут быть выданы для жителей третьих стран. На момент 2021 года такая квота установлена до 3500 единиц, и каждое решение принимается индивидуально. Что такое пермит Тубер? Это стандартный рабочий вид на жительство в Швейцарии, и давайте поговорим о том, как он выдается гражданам ЕС. За государственными данной группами конфедерация заключила специальное соглашение, и для них действует упрещенный порядок получения такого вида на жительство. Что это означает? Если вы являетесь счастливым обладателем паспорта гражданина Евросоюза, то вы можете для начала приехать в Швейцарию и без проблем искать себе работу. И только когда вы ее нашли, вы можете собрать все документы и податься на получение вида жительства. Во многом, в этом понимании, во многом граждане Евросоюза приравнены к самим швейцарцам. Как я и говорила, на практике это означает то, что вы можете беспрепятственно искать работу на территории Швейцарии, без получения вида на жительство предварительно, и поддаваться только, когда вы получите уже точный трудовой контракт. Для граждан третьих стран действует усложненная система получения такого вида на жительство, так как они попадают под целый комплекс ограничений, и для начала, только чтобы работать на территории Швейцарии, искать работу, они должны получить в антенальных органах соответствующее разрешение. Среди требований к антенальным органам к получению пермита действуют такие ограничения, как приоритет местной рабочей силы, квоты по рабочим пермитам, как я уже говорила, знание государственного языка, соответствие уровня заработной платы с средним показателем в той области, на которой хочет работать, человек, который заявляет свое желание получить пермит, и способность интегрироваться в швейцарское общество. Этот перечень является исчерпывающим, и также очень важным пунктом в этом перечне является то, что вам будет необходимо доказать экономический интерес кантона в вашем проживании и работе там. Это означает, что кантоны не выдают разрешение на вид жительства, лишь бы кому. Им очень интересно выдавать такие пермиты только для занятия в должности, требующие значительных навыков. Например, широко приветствуются IT-специалисты, финансисты с многолетним стажем, юристы с большим знанием международного права, биологи или химики с узкой специализацией. Для типично административных позиций секретарь, переводчик, курьера, как правило, пермиты такие не выдаются. Также исключается выдача пермиток гражданам третьих стран, которые хотят работать на работах, которые не требуют специальных навыков. Это водители, уборщики, дворники и так далее. Поэтому, если вы подаетесь на пермит, вы должны быть уверены, что вы заинтересуете Швейцарию в своем нахождении там. И, соответственно, если кандидат соответствует всем требованиям, то контейнальный орган принимает решение о выдаче ему пермита B, который выдается, правило, на 5 лет. Следующий пермит – это пермит C. Он выдается уже, он так называемый settlement permit, для лиц, которые проживают на территории Швейцарии более 10 лет. Он по своей сути чуть ли не приравнивается к швейцарскому паспорту, так как это долгосрочный пермит, который выдается сроком на 10 лет. Как правило, получить его с первого раза является невозможным. И этот пермит получается уже людям, которые пришли такой путь, как получение пермита L, получение пермита B, и доказали свою экономическую важность для Швейцарии. Имеют довольно-таки углубленные корни. Это семья, это недвижимость, это довольно-таки долгая продолжительная работа на одном месте с высокой заработной платой. Но в остальном порядок получения пермита C совпадает в порядке получения пермита B. Что такое пермит C? Пермит C – это вид на жительство с правом на работу, который предназначен для членов семей международных организаций и для членов иностранных представительств. То есть это касается супругов и детей работников межгостарственных международных организаций. Пермит G – это разрешение на работу для жителей приграничных территорий. На этом я бы хотела остановиться подробнее, так как он будет интересен как и для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран, которые являются резидентами стран ЕС. Получение такого пермита предусматривает разрешение на работу на территории Швейцарии при граничных кантонах, которые граничат со стороной Евросвуза, в которой проживает лицо. Согласно такому разрешению, вы имеете право приезжать на работу в Швейцарию, но обязаны покидать территорию Швейцарии не реже одного раза в неделю, так как ваше социальное местожительство остается на территории страны ЕС. Также нужно понимать, что этот пермит G – это именно разрешение на работу и не предусматривает собой именно разрешение на жительство. Пермит G может быть получен как гражданами ЕС, так и гражданами третьих стран, которые являются резидентами Франции, Италии, Германии и других граничащих с Швейцарией стран. Пермит N – это для лица, подкладывающего в разделении статус беженца. Собственно говоря, тут можно подробно не останавливаться. Если у вас есть основания признавать себя беженцем, вы подаете соответствующие документы в капитальные органы Швейцарии, и они выдают вам временный пермит для легального нахождения на территории Швейцарии в статусе беженца. Далее пермит F – это временно принятый иностранец. Что это означает? Это пермит, который выдается иностранцам, гражданам, которым было приказано покинуть территорию Швейцарии. Однако в ходе выполнения этот приказ был принят необоснованным, невозможным к выполнению, либо незаконным. И это является временной мерой для легального нахождения такого иностранца на территории Швейцарии. Но также позволяет ему временно работать на территории Швейцарии без получения дополнительных разрешений. В то время как есть еще такой пермит S, которого я не вижу сейчас, к сожалению, в списке. Пермит S – это разрешение на более длительное нахождение на территории Швейцарии, чем предусмотрено вашей стандартной визой. Но он не предусматривает разрешение именно на проживание и на работу в Швейцарии. Для того, чтобы получить работу или именно проживать на территории Швейцарии довольно-таки долгое длительное время, пермит S недостаточно, точно так же, как и для того, чтобы удостоверить вашу личность, так как он не является удостоверяющим документом. Сейчас мы дальше подробнее поговорим о документах, которые необходимы для получения пермита Швейцарии. Важно помнить, что список документов во многом разнится от выбора кантона, в котором вы будете получать свой пермит, так как каждый кантон устанавливает свою форму заявления, устанавливает свой определенный список документов. Однако есть некоторые общие положения для всех кантонов, которые так или иначе встречаются при порядке получения вида на жительство. Прежде всего, для граждан Евросоюза необходимо предоставить договор аренды жилья либо собственности жилья, если она у вас такая есть, которая показывает срок, на который вы собираетесь оставаться. Обязательно трудовой договор, который вы заключили с местным работодателем с указанием срока такого договора и заработной платы, которую вы собираетесь получать. Что важно, заработная плата для успешного получения пермида должна быть не меньше средней заработной платы по Швейцарии в той области, в которой вы хотите работать. А лучше всего, чтобы ваша заработная плата входила в топ заработной платы в этой области. Также граждане ЕС должны питать две фотографии на паспорт, свидетельство о рождении, которое переведено на кантональный язык того кантона, в который вы собираетесь поддаваться. Это может быть немецкий, итальянский или французский язык. И заполненное заявление кантональной формы. Как я уже говорила, формы меняются в зависимости от кантона, а также в зависимости от индивидуальных особенностей заявителя. Он подается ли он первый раз, подается ли он для продления пермида, подается ли он с семьей либо без. Для граждан третьих стран требуется чуть более расширенный список документов и, соответственно, более длительный срок рассмотрения таких документов. Мы для граждан третьих стран должны подавать, соответственно, заполненное заявление кантональной формы выбранного имя образца, трудовой договор, который заключен на определенный период с работодателем в Швейцарии, свое свидетельство о рождении, переведенное на кантональный язык, а также документы об образовании, также переведенные на кантональный язык, которые будут подтверждать вашу специализацию в той области, которую вы выбрали. Кроме прочего, органы будут рассматривать и работодателя, от которого подается данное заявление. Так как очень важно выяснить, насколько вы экономически важны для кантона и для этого работодателя, он должен будет подать аргументированное объяснение, почему нельзя нанять действующего резидента Швейцарии. Такие объяснения могут быть разнообразны, в зависимости от вашей ситуации. Это может объяснено тем, что вы являетесь уникальным специалистом в своей области. Это может объясняться тем, что работодатель искал специалиста в этой области на территории Швейцарии, но за довольно-таки длительное время не было никакого отклика, для этого выдаются доказательства такого поиска. Также аргументированным объяснением может быть то, что вы являетесь хозяином компании, с которой вы заключили трудовой договор, входит в структуру управления компанией. И еще один. И для стартапов также необходимо подавать мотивированный бизнес-план, список партнеров, контрагентов и примеры договоров. Что это означает для стартапов? Давайте на этом остановимся поподробнее, так как я думаю, это будет очень многим интересно. На сегодняшний день существует такой миф, что если вы открыли бизнес в Швейцарии, только завистрировали компанию, вы можете легко и просто получить вид на жительство в Швейцарии без каких-либо осложнений и затяжек. Но это далеко не так. К стартапам очень много вопросов, и им уделяется очень большое внимание, особенно если на пермит подается собственник стартапа. Это прежде всего надо доказать органам, что вы будете нанимать на свой стартап граждан Швейцарии. Им очень важно экономически заинтересовать и убедить о том, что граждане Швейцарии не будут обделенными от того, что вы будете прошивать на территории их страны. Вы должны будете представить очень крепко мотивированный бизнес-план с картиной развития фирмы минимум на три года вперед. И быть готовыми о том, что местные органы, это так называемый стартапно-эмиграционный секретариат, может у вас запрашивать дополнительные документы. Это расширенный список ваших партнеров, ваших потенциальных партнеров, контрагентов. Также у вас, скорее всего, запросят уже примеры договоров, либо если они у вас на сегодняшний день есть, это уже подписанные договора на будущее. Все эти моменты очень сильно увеличивают шанс получения пермита. Но также важно помнить, что каждый случай, все-таки пермит – это личностный документ. И для каждого случая необходимо подходить в индивидуальном порядке, рассматривать под лупой каждое действие. И надо понимать, что решение о получении пермита во многом зависит, как бы это ни было странно, от сегодняшнего настроения офицера, который находится в вибрационной службе. Захочет он запросить у вас дополнительные документы или не захочет, это уже во многом зависит от его сегодняшнего настроения. К сожалению, это объективная картина на сегодня. Наша компания предоставляет услуги в области получения пермита, и этими услугами являются подготовка и заполнение заявления необходимой конторной формы, консультирование и оценка документов на каждом этапе получения пермита. Подготовка необходимых дополнительных документов – это трудовой договор, договор аренды. Если вы хотите, чтобы вам помогли составить бизнес-план, либо для этого вы хотите, чтобы мы вам помогли составить мотивированные объяснения или письма для миграционных органов, это все входит в перечень наших услуг. На всем этапе получения пермита мы коммуницируем с миграционными органами для того, чтобы четко пояснять, какую картину они, какие документы они хотят видеть, какую картину они хотят видеть от того или иного заявителя. А также переадресуем почту, которая приходит на наше имя, в процессе получения вами вида наше лицо в Швейцарии. В связи с тем, что порядок получения пермита разнится от вашего гражданства, наши услуги различаются по цене для граждан Гибросоюза. Эта цена составляет 660 швейцарских франков. И для граждан третьих стран она составляет 2500 швейцарских франков. Также под каждый пакет у нас идет возможность дополнительной оплаты. Это за дополнительно запрошенные документы. Это подготовка трудового договора, договора аренды, документов с объяснений для миграционных служб, если такие понадобятся. В общем, любые документы по запросам клиента. Если вы хотите получить вермит в Швейцарии, или вам будут еще интересные какие-то вопросы, пожалуйста, в ответ на экранах наши контактные данные, по которым вы можете сюда обратиться. И я готова отвечать на вопросы, которые у вас возникли по уходу моего рассказа. Да, Лина, вопросы есть в чате? Тогда начнем по порядку. Вопрос первый от Максима. Какие доказательства примут во внимание? Я так понимаю, это в самом начале. Вы когда говорили про пермиты, то могут там затребовать доказательства. Вы сейчас понимаете, о чем речь? Это очень важно, если немного о выпаде. Смотрите, если вы имеете в виду доказательства места проживания, или, что я надеюсь, доказательствами проживания на территории Швейцарии являются письма от официальных органов. Это выписки из банка, которые показывают ваше текущее место жительства. Это выписки из налоговых органов. Это справки из соответствующих иммиграционных служб вашей страны. Я надеюсь, что именно эти доказательства я имею в виду. Я понял. Следующий вопрос от Светланы. Знание госязыка. О каком из пяти языков идет речь? Можете прокомментировать тоже. Я так понимаю, вообще, какой язык в приоритете? Смотрите, здание языка зависит от кантона, который вы выбрали. На сегодняшний день в Швейцарии существует четыре государственных языка. Это немецкий, итальянский, французский и так называемый ромашский, но он является достаточно рудиментарным, и ему неофициально не пользуется ни один кантон. Приветствуется любой из трех вышеназванных языков, но вам, как правило, необходим именно тот язык, который является официальным в том кантоне проживания, который выберете вы. Например, кантон ЦУК, в котором расположен наш головной офис, является немецкоговорящим кантоном, и официальный язык этого кантона немецкий. Отлично, спасибо. Следующий вопрос от Михаила. Добрый день. При получении ВНЖ одним из членов семьи, какие условия для него иждивенцев? Разные виды пермитов будут или нет? Смотрите, в зависимости от того, какой срок попадаются члены семьи. Как правило, для того, чтобы увеличить шанс получения пермита всей семьи, для начала нужно, чтобы только один член семьи подавал на получение пермита в связи с тем, что он нашел работу. После того, как вы получите свой длительный пермит, хотя бы не L, это должен быть пермит B для проживания, члены вашей семьи могут подаваться тоже на получение пермита. И опять же, вид пермита зависит от того, как второй член семьи будет подаваться, найдет ли он работу, или он будет подаваться на воссоединение с семьей. В таком случае будут собираться документы, которые подтверждают родство, которые подтверждают надежную способность члена семьи резидента Швейцарии. И, соответственно, в зависимости от кантона, там могут быть поданы другие документы. И если вы хотите узнать об этом подробнее, я с радостью отвечу на этот вопрос в e-mail, который вы напишите. Отлично. Следующий вопрос от Елены. Документ об образовании нужно ли апостелировать? Перевод документов нужно делать обязательно в Швейцарии или можно в России? Перевод документов вы можете сделать абсолютно в любой стране. К поводу апостиля, это уже зависит от требований кантона. На своей практике я сталкивалась с тем, что органы иммиграционного кантона ЦУК не требуют апостиля даже от граждан третьих стран, а не только от граждан ЕС. А, насколько я знаю, в кантоне ВОД требуют апостиля на все документы. Я понял. Следующий вопрос, вопрос от Андрея. Получается, что пермит получаешь в конкретном кантоне, и только там можно будет проживать? Да, да. Пермит вы получаете по месту жительства. Место жительства определяется документом, как правило, договор аренды. Если вы меняете кантон проживания, то есть перезаключаете договор аренды в другом кантоне, вам необходимо податься на переполучение пермитов в том кантоне, который вы выбрали для нового места жительства. Следующий вопрос от Лидии. А какие возможности для перемещения по ЕС дает ВНЖ Швейцария? Вы можете перемещаться по территории ЕС как гражданин Швейцарии, но с учетом вашего гражданства, если вы, например, на самом деле все зависит от страны, в которой вы хотите перемещаться. Как правило, по территории ЕС вам в таком случае не требуется шенгенская виза, так как вы являетесь резидентом Швейцарии и имеете постоянное проживание именно Швейцарии, и страны ЕС вас рассматривают прежде всего как резидента Швейцарии. Следующий вопрос также от Лидии. И наоборот, имея ВНЖ другой европейской страны, какие возможности для посещения Швейцарии, открытия там компаний? Или обязательно получать ВНЖ именно Швейцарии? Смотрите, по открытию компании с видом на жительство другой европейской страны не существует каких-то особых неограничений, не преимуществ. Вы можете открывать компанию, будучи гражданином практически любой страны. Единственное преимущество с видом на жительство страны ЕС это то, что у вас может быть облегченный порядок получения так называемого пермита ГЭ, это кросс-бордер-пермит, который позволяет вам работать на территории Швейцарии, и, соответственно, с помощью этого пермита вы можете войти в состав следа-директоров вашей компании и не использовать услуги номинального директора. Я понял. Алина, подскажите еще, реально, насколько долго жители СНГ получают пермит в Швейцарии? Насколько это долгая процедура для жителей СНГ? Есть какие-то ли особенности? Для жителей СНГ эти особенности были теми, которые я перечислил в блоке особенностей получения вид на жительство третьих стран, это то, что нужно быть готовым к тому, что государственный миграционный секретариат будет запрашивать много дополнительных документов. Это в основном документы, которые связаны с экономическим развитием компании в ближайшие три года, о том, что в этой компании также будут создаваться места для граждан Швейцарии, о том, что вы являетесь уникальным специалистом, и по большому счету о том, что у вас экономически стабильный статус. Рассмотрение таких документов является многоступенчатым. Первое, как правило, предварительное одобрение жители СНГ может получить в течение недели, но оно не является гарантией последующего одобрения. После получения одобрения именно местными миграционными властями документы передаются в государственный миграционный секретариат, который рассматривает уже детальную экономическую составляющую вашего заявления, и если у вас документы собраны в идеальном порядке, то решение этим секретариатом принимается в течение 14 дней. То есть, в общем, такой процесс может занять около 28 рабочих дней, то есть месяца. Но нужно быть готовыми, что будут дополнительно задаваться вопросы, будут дополнительно запрашиваться какие-то документы, поэтому надо быть готовыми к срокам примерно 2 месяца для граждан СНГ. Я понял. Алина, а могли бы вы какой-нибудь один конкретный пример привести без названия имен? К примеру, житель такой-то страны, вот у него был такой-то кейс, вот он получил за такой-то период времени, к примеру, свой ВНЖ, ну, свой пирамид. И какой пирамид он получил в Швейцарии? Смотрите, вот как раз я бы хотела привести пример одного кейса, который был наполовину успешный и в принципе не зависел от, наполовину зависел от документов, которые были поданы клиентам. У нас был клиент, он являлся соучредителем крипто-стартапа в Швейцарии, сам являясь гражданином Бразилии. У него был довольно-таки стабильный экономический доход и был очень, назовем это жизнеутверждающий, бизнес-план. Мы собрали все необходимые документы, которые требовались кантонам, в частности, это был кантон ЦУК, и предоставили в секретариат. Однако на этапе, когда государственный секретариат запросил дополнительные документы, такие как перечень потенциальных партнеров, примеры договоров и примеры соглашений, которые бы могли убедить государственный секретариат о том, что стартап является успешным и будет работать в течение заявленного времени, клиент не смог грамотно составить убедительный бизнес-план. Он не смог предоставить партнеров, с которыми он будет сотрудничать. То есть объективно на данном этапе у него их не было. И в течение двух месяцев он проработал эту проблему. Мы помогли ему составить красивый, грамотный бизнес-план. Наши бухгалтера составили финансовую картину на следующие три года. Мы подготовили примеры договоров. И все эти документы удовлетворяли требования государственного секретариата. И в чем оказалась проблема? В том, что на сегодняшнем моменте, то есть уже на этапе подачи документов на получение пермита, государственный секретариат затребовал доказательства о том, что граждане и резиденты Швейцарии также будут приняты на работу на должности на этот стартап. Как минимум два человека. И на этом этапе заявитель был не готов принимать на работу большую дель или создавать хотя бы или создавать такие рабочие места. В связи с этим, после рассмотрения всех документов, государственный секретариат принял решение не об отказе от выдачи пермита, а о выдаче визы, именно визы типа B, на 120 дней в году, которая предусматривает также разрешение на работу. Таким образом, государственный секретариат дал заявителю шанс и возможность легально проработать в течение 120 дней на территории Швейцарии для того, чтобы иметь возможность расширить возможности своей компании, извините за тавтологию, и предоставить более развернутую картину того, что как, когда и в каком количестве будут предоставлены рабочие места для граждан Швейцарии. Субтитры создавал DimaTorzok